День открытых дверей завершился в исполкомах. По графику рабочего дня сегодня работали комиссии, которые вели прием граждан и разъясняли в том числе проблемные вопросы декрета номер 3. Например, в Минске принимали заявление и консультировали как в самом Мингоросполкоме, так и во всех девяти районных администрациях. Люди интересовались, какие документы предоставят, чтобы иметь право на освобождение от сбора, а также в каких случаях можно рассчитывать на уменьшение суммы. Обращались граждане, у которых различные жизненные ситуации. К примеру, кто-то уволился с работы и через некоторое время попал в стационар в больницу. Проходил лечение на стационаре. Опять же, не взял больничный лист, но в то же время есть подтверждающие документы, что он там находился и тем более продолжительное время. Мы рекомендуем гражданам тоже это все принести или в администрацию района, или в своем налоговом инспектору. В крайнем случае, даже если их не освободят от уплаты определенной суммы, то есть возможность ее пересчитать с учетом тех особенностей, которые были у него в течение этого года. В регионах комиссии работали сразу по двум направлениям. Одновременно с приемом граждан отвечали на звонки горячей телефонной линии, получали разъяснение удаленно. Кто-то вернулся из армии, пока не устроился на работу, кто-то находится в декретном отпуске и об этом не знают в налоговой. По сути, каждую жизненную ситуацию рассматривали индивидуально. Как правило, при рассмотрении мы уделяем внимание и состоянию здоровья обратившегося, либо вот очень много в последнее время обращений они касаются, что осуществляет уход. Значит, уход официально не оформлен. Но, тем не менее, с выходом на место мы убеждаемся, что действительно в этой квартире проживают, действительно в этой квартире находятся либо лежачие родители, либо близкие родственники. Действительно, реальный уход осуществляется, и мы, как правило, идем навстречу в таких случаях. По рабочему графику сегодня работали службы «Одно окно», где принимали заявление об освобождении от уплаты сбора. В Бресте за день рассмотрели все 63 обращения, полученные накануне. Об итогах заявителям сообщают по телефону и письменно официальным уведомлением. Комиссия будет работать ровно столько, сколько это потребуется, поэтому вопросов здесь никаких проблем мы не видим. Обращения типичные. Длительное нахождение на больничном листке, выезды за границу. Другие непреодолимые причины, которые человек не мог в силу своих особенностей и обстоятельств находиться и трудиться. Накануне выездные приемные организовали руководители и должностные лица администрации президента. Удалось решить немало проблем, но, что не менее важно, отрабатывалась практика применения норм третьего декрета. В ближайшие четверг и пятницу выездные приемы продолжатся в Гомеле и Будокошелеве. Напомню, 20 февраля истекает срок уплаты сбора трудоспособными гражданами, которые в 2015 году не работали, не уплачивали налоги и, соответственно, не участвовали в финансировании госрасходов. Продолжение следует...